Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и Юлий Обжирешко! Обжарешко, Жиба! И уже Обжирешко! Обжирешко! Потихоньку, потому что Юлик на тренеровешко! Обелешко, видимо, и потихоньку будет Юлик Пузешко, бля! Юлик Пузешко уже готовится! Сегодня мы продолжаем наш цикл передач Самое дорогое против самого дешевого И у нас пицца! Пицца за 40 рублей И 40 рублей 365 дней Да такая здоровая, я охуел, чувак! 40 рублей в Питере за пиццу! Типа на 400 рублей ты можешь купить 10 пицц! И есть их, ну в твоем случае, наверное, 15 минут! А это сколько стоило? Две с половиной тысячи рублей! Это сколько в 50? Ну тут трюфеля всякие! Нас упрекнули в Питере! Да, мы не умеем считать! Давай разделим! Сколько? Две тысячи? Разделить на 40! Две тысячи пятьсот делить на 40! А мы попробуем и ту, и эту! Начнем, как обычно, с дешевой! Потому что иначе... У меня есть помытый ножик! А что, мы по-панковски не можем? Можем, но я просто думал, немножко эстетики внести в нашу передачу! Ахахаха! Эстетика! Я умею так делать! Но это нужно без одежды! Ну это мы потом, да? Это после! Да, наверное, все-таки лучше ножик, потому что горячая херня! Ну что, какой выбираешь кусочек? Да без разницы! А? Ты из тех людей, которые пиццу едят вот так вот, скручивая из нее, видишь, шаверму? Да, ой, чувак, она горячая прям! А, мотор, перегрел, блять, я тебе говорю! Есть люди, которые вообще не понимают, как микроволновка работает! Он вот такую тонкую пиццу въебал на 4 минуты! Мотор, у тебя дома микроволновка есть? Я буду использовать дорогую пиццу! Хомячка в нее попробуй засунуть и посмотреть, что с ним за 4 минуты будет! Я буду использовать дорогую пиццу, как подставку для дешевой! А я буду вот так вот, потихоньку, с краешка! Как воспитанные люди делают! Ну? Это дешевая пицца! Похожа на столовскую, знаешь, именно из-за низкого качества текста! Столовского... Текста! У тебя... У тебя столовый рэп очень низкое качество текста! Да, очень низкое качество теста! И очень мало начинки! Но зато она мясная достаточно! Ну, я бы не сказал! Она больше томатно-тестовая! Все, что я здесь чувствую, это томат и тесто! Не сыро! Я бы сказал, как в школьной столовке! Ну, там ты хотя бы мазик, колбаску чувствуешь! Ну, вот мазик-то, смотри, лежит! Ну, его не чувствуешь! И колбаски не чувствуешь, самое главное! Да! Главное, это когда ты чувствуешь колбаски! У тебя в анусе! Приятного аппетита, друзья! То мы делаем гейские моменты, то не делаем гейские моменты! Ты уж определись! Она как бы вкусная, но вкусная не как пицца! А как... Хуй пойми что! Может, это хуй пойми что, а не пицца! Уже съел свою половину пиццы! Я оценил! Она, конечно, за 40 рублей, но это не повод ее одним куском в рот пихать! Она горячая и жирная! Ну, то что нужно! Жирная нужно! Да! Я скажу так! Доедать это конечно не буду! Это пицца! Это, черт возьми, пицца за 40 рублей! Это не пицца! Почему? Аргументируй! Она местами гадкая, слишком такая... Из вкуса там... Мокрая! Тесто и томат! И все! Это как... Мокрое тесто в томате! Ну тут же есть! Вот смотри! Мясо, майонез, вот этот... Сыр лежит! Я не понимаю, почему ты так акцентируешь внимание только на томате! Ну, потому что на заборе хуй написано, а там дрова лежат, и тут просто видимость овощей! Ты просто заложник томатной парадигмы! Вот тебе кажется, что там томат, и ты только его вкус и вычленяешь! Ну ты... Ты заложник того, что ты видишь! Это как мужики, которые... А я вот в суд гляжу! ...которые говорят, что все бабы шлюхи! Они так думают, и поэтому они заложники парадигмы, и только со шлюхами они тусят, и поэтому они правы! Вы меняешь понятие! Это ты сейчас как мужчина, который говорит, что все бабы шлюхи! Ты видишь пиццу и такой, ну у нее есть вкусы! Пиццы, пиццы, да? Да-да-да! А я вижу, что это нихуя не пицца! Это просто круг теста, смазанный томатом! Я вижу, что ты недоволен, поэтому давай посмотрим, что нам может предложить за две с... Ты, кстати, поделил? Две пятьсот на сорок! Да, я сказал около шестидесяти пиццы, по-моему! Ну ладно! Если не будет сейчас ставки извинения, потом опять от меня! Это у нас тут всякие... Это не бекон даже, это хамон, наверное! Хамончик! Трюфели! Сыр дорогой! Ну в общем, короче... Она холодная! Может ее разогреть? Ну давай! Оооо! Чуда! Как мы это сделали! Магия монтажа! Ааааа! Ты вообще... Ты будешь что-нибудь говорить, Юлик, в этих шоу? Или ты просто ешь? Он ее съел сейчас за один укус, ты это видел? прям по самую корочку заплатил в прошлом выпуске только я и говорил когда мы бургеры сравнивали понятно я так полагаю если б я был королем ты бы хотел быть лордом-пробователем знаешь это специальная работа была все то что король будет пробовать знаешь я такой отравлено отравлено не могу или нет и я к следующему тянусь может ты не будешь есть может не отравлено жиру мне все таки отравлено ну так вкусно умираешь кашляешь и все равно продолжаешь есть похороните меня под закусочный ну 2 500 все вкусный тот случай когда нет синергия почему потому что все в отдельности это вкусно и на все вместе это не сочетается это странно так можно про любую пиццу сказать не только товарный гавайскую с ананасами тут нет томатной пасты типа а где синергия больше слева листом слева наверно синергия на форуме синергия блять ёпта где наебщики блять люди на деньги стригут а здесь знаешь чё я не понимаю вот тут он говорит ебать одна томатная паста ничего невозможно тут он говорит ебать нет томатный па да я знал чему все идет это знаете как если вы думаете что мы договариваемся об вот этих гэгах когда я вот смотрю в камеру что-то говорю а юлик на фоне делает бутерброд из двух пицц нет мы не договариваемся мы этого не при я по крайней мере этого не придумывал блять стало вкуснее ммм хочешь попробовать нет спасибо бутерброд из пиццы из дешевой и дорогущей реально стало мне нравится дорогая а мне не понравилось я не буду больше есть из нее ммм дешевая ты видишь даже не доел свою порцию она конечно жирная сытная но здесь есть изысканность очень вкусный сыр вкусный хамончик все выпечено вот тут борщиканность друзья сухая пицца невкусная пересоленная и что у нас опять какой же будет итог ни то ни другое хуйня твои как-то чем пацанам то купить объясни бургер за 30 то есть ты просто еще дешевле тот который в прошлом ролике ели вот тут подсказка обязательно посмотрите не я имею ввиду пицца дорогая стоит ли своих денег относительно дешевых пицц нет вот это нет почему потому что она не вкусно чего ты ожидал от пиццы за две с половиной тысячи рублей вот объясни как она потом должна была быть как первая только больше блять ёпта в 40 она должна быть вкуснее богатство вкуснее здесь блять даже овощей нет да нахуй они нужны ты дебил кому первый человек который скучает по овощам хоть где-то блять кому нужны овощи была бы моя воля бы их все обоссал на марс блять перенес нахуй кому в пизду овощи упали ты дурак ты дурак юль зачем тебе овощи ой нет помидоров да вхуете эти помидоры сразу тут они тебе не нравились что они есть тут что их нет они есть но их не чувствую я не согласен с тобой ты не прав да и давно ты жрал не синабон а огуречный салат например овощи ему завтра овощи отменят ты не заметишь блять ёпта ты просто такой чё-то в магазине какой-то отдел пропал наверно бухло запретили надо у юры спросить типа чё-то было на один отдел больше да и правда я на новый год ел овощи да но в любви ну я так скажу друзья пицца за 40 рублей не радует вообще но насыщает замечательно то есть вот это большой плюс если вы прям реально ограничены в бюджете и вы по какой-то странной причине любите не картошку и не макароны по-флотски а пиццу то в принципе можно есть я бы советовал единственное не в микроволновке а в духовке и и заваривать чтобы хоть какая-то корочка появилась иначе она плевотная важно еще сказать пицца стоит 40 рублей она не единственная такая их много дешевых за в ту же цену и есть вкуснее а я считаю что пицца за 2 с половиной тысячи это хороший способ разнообразить свой вкус нихуя себе разнообразить ну а это необычно это трюфели во-первых здесь есть хамон ты сразу получаешь хамон в рот ебал я такие трюфели за две с половиной тысячи цитаты великих людей в рот я ебал такие трюфели за две с половиной тысячи юлианешко не стоит того я я отвечаю не стоит того не тратить две с половиной тысячи я просто вспоминаю себя когда я работал за 12 500 я взял такую пиццу сука я бы так был расстроен чувак не рискуйте подумал себе долбоеб какой то есть ты зарабатывал там 12 тысяч купил за 2 500 еб ты себе пиццу вот ну так это же для тех кто имеет деньги в первую очередь для тех кто не ладно если так призадуматься действительно за 2 500 можно и побольше получить вкусовый наверное сегодня побеждает дешевая пицца продавил он спорит говорит это говенная пицца параллельно ее жрет сидел ты видишь я ее не говорит она очень сухая даже это блять глотка воды не сделал какая она сухая сделал вон стакан стыль вакуумный картон сожрал такой миниатюра юлианешко оставь его еще разогреть надо холодный погоди не е с масиком надо или с сырком будет о пацаны смотрите бутерброд картонный может так даже вкуснее будет эта пицца сожрем я готов признать победу дешевые пиццы но решение за вами дорогие подписчики в конце ролика уже сейчас я так полагаю будет опрос проголосуйте что предпочитаете вы возможно вы знаете какие тут другие дорогие пизцы пиздатые какие то Пепперони из пепперони Просто завышать стоимость Из моего пепперони Просто завышать стоимость пиццы Просто накидав туда дорогих ингредиентов Ну это глупо, это не станет вкусно Ну и по 40 рублей пицца не идеальна Так что на сегодня все, как говорится По йогурту и спать Никакого вам пепперони Я напоминаю вам, что на канале Юлика Вышел новый выпуск Сердец за любовь НЕМЕДЛЕННО нужно перейти Там мы подведем результаты розыгрыша Худи и футболок Санцов Хованский И так же не забывайте лайкать, ставить колокольчики И подписываться, это очень важно На меня можно даже платно подписаться Вот на сколько я продвину это Йоу, Йоу, Слышал ты любишь подписку? Как тебе подписка за 250 рублей в месяц, брат? А, а, прикольный вид? 10 подписчиков и Юра будет есть так выпиться каждый месяц Всего доброго